В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Алины Вучейская. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях представитель благотворительного движения «Искорка фонд. Город Челябинск» Наталья Широкова и два человека, которые будут двигать в Ненецком округе проект «Доброклоун». Это Алена Ружникова, автор проекта, и Евгения Растегаева. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте, уважаемые гости! Почему вам не заняться у нас таким делом? Я думаю, ну почему бы не заняться? Поехала в Москву, обучилась, поняла именно, чем отличается клоуна «Добольничная» от актерского мастерства. И уже приступила к набору первых волонтеров у себя в Челябинске. Сейчас этому проекту у нас 4 года. За это время он приобрел поддержку как врачей, так и мы нашли спонсоров у этого проекта. То есть, ну он такой оказался очень значимый. И мне нравится, что это принимается, понимается на высшем уровне, что эти клоуны необходимы. Если честно, мы даже с этим проектом в 2019 году вышли в общественную палату с проекта «Мой проект в моей стране». И я там стояла среди людей в строгих костюмах и рассказывала про больничную клоунаду. И все говорили, боже, что это? Вот я вошла в этот шорт-лист, и мне даже рассказали, что у меня был самолет, а была встреча с Кириенко у всех. И все ему сказали, вот такой проект замечательный, больничные клоуны. Не победил, но мы думаем, что это здорово. Он говорит, да, надо взять это на вооружение. Что это за проект? Интересно. Ну то есть, вот в принципе, мне кажется, он набирает у нас обороты. Вот вы сказали, да, сейчас, что больничная клоунада, она отличается от актерского мастерства. Чем она отличается? Наверное, она отличается именно неигровым подходом. Актеры, нечастые аниматоры, праздничные какие-то агентства, они в основном сразу действуют. Есть какие-то эмоции, может быть, есть маски те же самые. А у больничной клоуны это момент правды. Ты настоящий, ты заходишь, в принципе, на территорию ребенка, и ты должен так с ним повзаимодействовать, чтобы он разрешил тебе играть с ним дальше. Он доверился тебе, потому что вот нам дети рассказывают в Челябинске и показывают и швы свои, показывают швы, и рассказывают, как им было больно неприятно, что у него есть третий день температура. То есть они с тобой общаются как друзья. Им нужны друзья, потому что вокруг все равно атмосфера, когда за тебя решают все. Тебе нужно поставить уколы, тебе нужно дать таблетки, ты этого не хочешь. И мама тоже в таком состоянии пребывает стрессовым. И вот, понимаете, получается, как будто бы мы, есть такой друг, который придет, он с тобой может поиграть, может погрустить вместе, подержать за руку. Вот в этом плане. Поэтому мы учимся на самом деле быть настоящими. Дышать мы учимся. Как меня учили московские тренера буквально недавно у нас приезжали в Челябинск, они, и я тоже, они мне постоянно говорили, Наталья, дышите, вы что не дышите? А я говорю, я дышу, точно так же слышу от них эти все возмущения. Мы дышим, мы настоящие. Я говорю, ну нет, и потом вот общаясь друг с другом, мы сейчас вот понимаем, они сами начали видеть, какими выходят к ним люди, вот, настоящими или нет. Сейчас мы с группами как раз это обсуждаем отчаянно просто. Ну, морально, наверное, тяжело работать, или это вот как-то надо себя так правильно настроить, чтобы, ну, не, как-то правильно сказать, не проносить сквозь себя вот это вот. Но это же все равно дети больные, и поэтому, ну, наверное. Вы знаете, что самое интересное в этой истории, есть профессия прямо уже больничный клоун, люди за выхода в отделение, это в Москве в основном, но я знаю, что есть такие истории и в Белоруссии, есть клоуны, которые получают деньги, потому что они занимаются этим профессионально. И так как это профессия, так же как врач, они умеют это пропускать через себя и нормально, не эмоционально, не выгорать, вот это вот все, это профессия. Те, кто, допустим, у нас, и я думаю, Евгений с Аленой будет, это добровольцы у нас, это тоже пока добровольцы, мы с ними специально супервизии проводим с психологом. Нам, конечно, хочется, чтобы эти люди не ушли, если что-то происходит, а в онкологии происходит всякое. Были случаи, когда мы видели ребенка во вторник, а в четверг мои клоуны узнавали, что его больше нет. И они не верили этому и говорили, как вот это можно пережить. И мы с ними занимались, потому что они обычные люди, и их никто, наверное, не учил вот это вот переносить. Но желание помочь детям, мне кажется, у них гораздо сильнее, чем вот этот ужас и страх того, что они видят. И я хочу сказать, что у нас команда какая-то подобралась, я все время смеюсь. У нас воспитатели, актриса есть одна, психологи, педагоги и один дизайнер. В основном люди и медсестра, она работает в родильном отделении. Вот люди не случайных каких-то профессий, так или иначе они взаимодействуют с детьми. Наверное, это еще им помогает держаться на плаву. Но вот что меня лично греет, если я вижу, что хоть один ребенок сегодня как-то улыбнулся, стал бодрее, или я ему посочувствовала, и он понял это, и я вот выхожу просто, и мне такая эмоциональная, знаете, как будто лавина. Я такая иду. В общем, у меня нет такого, что я вышла и оставила все силы там, как будто вот у меня высосали. Нет такого, наоборот. У меня есть энергия, я выхожу и думаю, я не зря, я не зря все это сделала. Это я смеюсь, я чувствую себя перед каждой дверью Бэтменом или Суперменом. Такой, ай, мы Бэтмен, ай, мы Супермен, настраиваюсь и иду. Ну, то есть цель вашего визита в Ненецкий округ в Норинмар сейчас как раз-таки научить наших волонтеров правильно входить в больницу. Да, и здорово, что они еще никуда не ходили на самом деле, потому что я иногда думаю, ну, надо вот с этого, наверное, начинать обучение, надо думать об этом. Ну, и вот вещи, которые мы обсудили уже камерные, они перейдут сейчас на то, что клоуны уже у вас выходят, но под окна отделения. А это уже совсем другая клоунада, это другие нюансы, то есть это мы тоже будем затрагивать. Ну, вот расскажите немножко о программе тренингов. Чему вы учите наших волонтеров, да, вот как проходит вообще, как построен процесс обучения? Ой, это такие серьезные вообще вопросы, а тренинги у нас совсем не серьезные, вот. Нет такой какой-то особой программы, я просто тоже не позиционирую себя как преподавателя. Есть люди, которые преподают, а я просто делюсь опытом. Все, чему меня научили в свое время, где я была на тренингах, где-то что-то почерпнула, вот я этим и делюсь с Евгенией и ее группой, Аленой. Вот. То есть я не претендую на преподавательскую деятельность, поэтому не могу сказать, что это какая-то сногсшибательная программа. Все, что я знаю, все, я это и рассказываю. Мы делаем партнерские импровизации, контактные, учимся смотреть друг в друга в глаза, не опускать взгляд, взаимодействовать, понимать и чувствовать друг друга. Вот такие вот вещи. Ну, я сейчас немножечко поясню, да, телезрителям у нас в Ненецком округе запущен проект «Стань доброклоуном», автор проекта Алена. Вот, Алена, расскажите, пожалуйста, как вообще пришли? Я знаю, что вы 11-классница еще, да, вот как в голову человек, который только-только заканчивает школу, пришла такая светлая и замечательная идея запустить у нас в городе и в округе такой проект. Ну, я узнала о больничной клоунаде где-то 2-3 года назад, очень понравилось, но потом как-то забыла про это. И вот в этом году весной был конкурс проектов, и я решила поучаствовать и как раз с больничной клоунадой. Вот. Ну, расскажите, какая была проделана работа, как вы свой проект писали, кто-то, может быть, вам помогал, где брали, вот, ну, там же проект достаточно такая, большая работа, наверное, должна была быть проделана, да, чтобы защитить его. Вот расскажите поподробнее. Ну, мне помогала Евгения Николаевна с этой работой, не скажу, что слишком сложно, были, конечно, трудности, вот, так. Ну, а сколько человек вы уже привлекли в ваш проект, и вот в чем его суть состоит, как он будет работать на территории округа? Ну, мы работаем вдвоем с Евгением Николаевным, так-то, а так, в принципе, можем пригласить любых желающих, тех, кто заинтересуется этой программой, вот. Ну, а в чем суть, вот, вы, получается, приходите в больницу, должны приходить, или как вот это все построено? В принципе, мы должны ходить по больницам, детским домам, но в связи с коронавирусом это стало трудно, поэтому мы решили ездить к детям, которые сидят на самоизоляции и болеют. Ну, к ним под окном, веселить их, радовать как-то. То есть вы уже выезжали, да, под окном? Ну, расскажите, как это вот проходило, и дети, вот, ну, все-таки им это нравится, у них какие-то эмоции там, у них что еще? Ну, я помню, самый яркий пример, это первый раз, конечно, вот, к девочке приехали под окна, она вышла, обрадовалась сразу, то, что клоуны, вот, и у нас сразу настроение поднялось, и энергии зарядились, и начали, там, стихи читать, песни плясать, вот, и шарики подарили ей, она очень обрадовалась, и потом слышала то, что она хвасталась каждой подруге, то, что вот, к ней клоуны приехали. Здорово. Что именно к ней. Евгения Николаевна, ну, расскажите, вот вы, получается, тоже как участник проекта, да, вы помогали Алене составлять проект. Вот, как вообще, вы как вообще друг друга нашли, это первый вопрос, да, и какая действительно вот была проделана работа с вашей стороны, что вы, может быть, искали какие-то там, вот, как вы вообще на Наталью вышли, вот, как это все построилось? Просто мы, честно говоря, первый раз вот слышим об этом проекту, но он достаточно классный. Дело в том, что проект, который писала Алена, он достаточно, так скажем, ну, финансово не очень большой, так скажем, всего там 30 тысяч, вот, естественно, мы понимали о том, что мы сами не сможем без обучения, без какой-то помощи, ну, начать вот действительно эту работу правильно проводить. И, естественно, мы заложили приезд специалиста. Откуда приезд специалиста можно заложить? Из Челябинска, из Екатеринбурга, потому что это наиболее дешевые направления, так скажем, к нам. Вот, и поэтому Наталья у нас здесь, ну, я, честно говоря, очень тщательно искала, я подбирала именно вот такие организации, вот, в которых, именно, в которых работает Наталья. Вот, мы списались, я была очень удивлена, потому что я списывалась с многими больничными клоунами, так скажем, кто занимается в России, вот, и такая реакция была теплая, доверительная сразу. И когда я написала Наталья, Наталья, вы сможете к нам приехать в Арктику, далеко, она написала, я приеду к вам. Ну, в общем, это было очень приятно, замечательно, и, слава богу, что мы смогли такого замечательного человека увидеть, поучиться у неё. Вообще, прям, очень замечательно и хорошо, она нам очень много даёт. Ну, такое, очень интересное, да, с точки зрения, это же волонтёрский проект, и вот, мне кажется, для волонтёров Ненецкого округа, у нас их достаточно много, да, будет, было бы интересно поучаствовать. Вот, могут ли они включиться в этот проект, или, ну, как вообще, вот, работает эта схема, то есть, если, например, ну, скажем, я хочу стать больничным клоуном, да, что мне нужно для этого сделать? Ну, я думаю, что, вот, надо бы сначала, в первую очередь, ознакомиться с кодексом, да, больничных клоунов, всё это узнать, почувствовать, прочитать, понять, насколько ты, вот, готов к этому. Вот, естественно, было бы замечательно, если бы вы поучаствовали в подобном тренинге, как сейчас у нас проходит, поняли, действительно прочувствовали, ваше это или не ваше, потому что, вот, одна из девушек была у нас на половине, да, вот, она тоже вот пришла, ей подсказали, она пришла, посмотрела, я потом позвонила ей вечером, а второй половинке она уже не появилась. Я позвонила, я спросила, говорю, почему она говорит, это не моё. Ну, вот, видите, у каждого своё, у каждого своё, каждый сам подходит к этому, как бы сам решается, пойти или не пойти. Естественно, что вот такие тренинги проходите, если вы хотите, и у вас есть такое желание, то лучше, конечно, поучаствовать сначала в тренинге, понять, можете или не можете. Кто-то это понимает после первого выхода, наверное, да, увидев, когда лицо детей, глаза их, увидеть глаза родителей, медперсонала, поговорить с ними, пообщаться, когда вот попробуешь, поймёшь, наверное, только тогда. Да, именно, а некоторые, допустим, могут ходить в течение трёх месяцев, потом понять, что это не их. Всё равно есть ответственность какая-то, уже на тебе ты пошёл, и люди от тебя ждут, дети опять же ждут, что ты к ним будешь приходить, и вот кинуть проект, это как-то вот не очень хорошо. Это, во-первых, во-вторых, вот у нас даже был опыт такой, что очень многие хотят праздник, вот везут детям, и хотят обязательно вот сами туда зайти, им объясняю, что не очень хорошо этого будет, и так далее, они всё равно говорят, да, мы хотим. И потом человек просто плачет в коридоре, стоит, плачет, и мы его успокаиваем, и вот это вот, понимаете, нужно, наверное, всё равно оценивать свои мысли, какие-то чувства, и понимать, что если перед тобой будет больной ребёнок, у тебя, например, дети, ты так это воспринимаешь, то, конечно, ты будешь перенос какой-то делать на своих детей, вот это вот почувствовать удивительно. Вот мне, я не знала, что там один уже участник позвонил и сказал, что не моё, но ещё и очень тяжело, потому что лучше пройти на этапе тренинга какое-то вот такое понимание того, что тебе не придётся, все думают, что это просто привет, вот я говорю всем, привет, бом, привет, бим, ха-ха-ха, ху-ху-ху, и ты постоянно играешь. Ну, иногда это не заходит ребёнку, он не в том настроении, может быть, или он вообще там, ну, вот нас очень жёстко, допустим, нашу группу, когда были тренинги вот в прошлой неделе, как раз на прошлой неделе, нам очень жёстко вообще это всё ставили, говорили, вот вы приходите, он лежит с катетером в трусах, вы заходите, ха-ха-ха, как вы думаете, он ха-ха вам? Он вообще напряжётся ещё больше, подумает о том, вы меня увидели, вот я вот как бы не совсем, ну, вообще совсем, и вот, вот все эти нюансы входа, вот этого соблюдения какой-то вот его дистанции, его мира, это очень важно, вот. И мы вот просто два-три дня мы обучались, и вот все ходили вот в таком вот состоянии наблюдения постоянного контроля, если честно, над собой, потому что ты иногда не замечаешь, что ты, например, постоянно там улыбаешься, или держишь в руку вот так вот. Почему ты так ходишь? Что у тебя с рукой? Нас спрашивали. А я не замечаю, что у меня рука вот так вот всё время. Понимаете? И какие-то вещи. А я всё время как-то ходила, пыталась, ну, сразу клоунской походкой. Мне говорят, Наташа, ты почему так ходишь? Ты так в жизни ходишь? Нет, я говорю, так в жизни не хожу. Так ты нормальный человек, нормально ходи. Дети-то видят, кто к ним приходит. Видят, что ты тётенька, видят, что у тебя есть грудь. Всё это видят они. Кого вы пытаетесь обманывать? Чем честнее вы будете с детьми, тем лучше. Вот. А как вот, кстати, родители относятся к такой вот инициативе? И вообще, по какому принципу отбираются вот, ну, на каждого ребёнка или какие-то, как вы выбираете детей, к кому вы пойдёте? Мы ходим ко всем, кто нас ждёт, так можно сказать, кто нас готов принять, действительно, кто разрешает пойти и повзаимодействовать. Если родитель против, ни в коем случае не надо заходить. Это его территория, так же, как и ребёнка. Вот. Ну, врачи могут, если они в одной истории с тобой, они понимают, зачем ты здесь, они могут сказать, новые поступили, им тяжело, тяжело вливаться. Конечно, клоуны действуют обязательно на этапе, когда ребёнок поступает в отделение, всё новое. Мы вообще вот по опыту этих родителей, которые только поступают, их прям сразу видно. Вот их сразу видно. Ты заходишь передавать, допустим, я ещё гуманитарную помощь передавала раньше, и вот она сидит, смотрит в стену. Вот у неё весь мир вот сейчас вот так вот прокручивается перед ней, и она дня три находится в состоянии нестояния. Очень, вот видно, и сразу уходишь, говоришь, давно они тут, ну и обязательно попадение такое, что нет, вот три дня. То есть вот это вхождение в отделение, потом есть моменты, когда все уехали, всех отпустили, отпускают же на выходные, а тебя нет. Вот тут поддержать хочется. Потом есть полезные процедуры, но это высший пилотаж, мы до этого сами ещё не дошли. Когда в процедурный кабинет пускают, и ты можешь. Мы только за дверью песни пели, когда ребёнку ставили укол. Вот это такой опыт только был. А ведь люди присутствуют прямо при операциях каких-либо, поддерживают ребёнка. Ну это вот, до этого мы тоже не дошли. Ну вот московский как раз клоун, от которого всё пошло в России, говорят, что он именно от больничного клоуна в России затеял, это Константин Седов. У него такой опыт есть, и он присутствует на процедурах, причём на очень важных процедурах. Поэтому клоуны, наверное, могут много чего. Главное в них тоже поверить и поверить в свои силы. Не сдаваться, потому что, вы знаете, у нас тоже, вот я их очень прекрасно понимаю, их двое. Нас 10. У нас нету великого потока, что мы сидим и ковыряемся, кого мы возьмём, а кого нет. Нет, никто особо не бежит с распростёртыми объятиями почему-то в больничную клоунаду. Наверное, потому что и тяжело, и работать над собой надо. Ежемесячно мы проводим тренинги с преподавателями актёрского мастерства. Есть у нас такой преподаватель, и есть второй, который именно клоун. Мим, он очень много работал, у него огромный опыт. Вот он нам как раз клоунаду такую мимическую, живую там, номера какие-то, вот такие вещи делает. Ну вот вы говорите, что очень мало людей подаётся в больничную клоунаду. Какими чертами характера, какими качествами должен обладать человек? Он, наверное, должен быть каким-то, может быть, тонким психологом, иметь стрессоустойчивость. Или вот какие черты? Нет, мне кажется, он просто должен быть нормальным человеком. С добрым сердцем, настоящим. Нет, тут, мне кажется, нет. Если ты будешь слишком стрессоустойчивый, то тебя вообще, ты будешь, может быть, вообще не замечать. Бывают такие холодные люди эмоциональные, они не чувствуют, какие эмоции испытывает человек. Чересчур стрессоустойчивый, видимо. Вот. А бывает, наоборот, чересчур ранимый. Каждый человек по-своему. Главное, мне кажется, нужно понимать, зачем ты здесь и всё. Доброе сердце, доброклон. Мне кажется, да. Каждый сам для себя определяет, мне кажется. Да. Каждый сам для себя решает, зачем ему это нужно. Кто-то, если захочет перебороть какие-то страхи, то он переборет их, если у него есть такое желание действительно помогать. У нас вообще была такая тенденция, что, ну, даже психологи нам говорили, девочки, да вы не думайте, что к вам добровольцы идут только потому, что у них добрые сердца. Каждый что-то решает при помощи этих выходов и свои личностные и психологические вещи тоже. Да, это профессионалы ничего не решают, они идут за деньги. Нормально работать клоуном. А мы вот все добровольцы, мы зачем-то, почему-то там. Потому что нет материального подкрепления, и ты сам для себя понимаешь, зачем тебе вообще это надо. Время свое тратить личное. Ну, вы уже ответили для себя на этот вопрос, зачем вам это надо, или... Я, да, если бы я, наверное, сдулась, я бы и не занималась этим. Я лично чисто хожу, вот я давно для себя... Есть такой спектакль у нас, и там есть у скомароха такие слова. Я очень люблю, когда люди смеются. Вот это про меня, наверное. Пускай у вас слезы от хохота льются, я очень люблю, когда люди смеются. Вот. Я тоже согласна с Натальей. Мне вообще приятно видеть улыбки детей, приятно увидеть улыбки родителей, их благодарные взгляды. Что вы пришли к моему ребенку, мы просто счастливы. Мы счастливы, что вы пришли, что вы здесь под окном у нас. И родители всегда очень откликаются тепло на наши... Так, мне такие дураки, вложенные. Евгения Николаевна, ну вот да, сейчас у нас на самом деле ситуация с коронавирусом не самая благоприятная. Я так понимаю, что это внесло свои коррективы в ваш проект. Вот в идеале-то каким образом вы думаете, что вы будете ходить в нашу больницу окружную? Есть ли какие-то договоренности, там уже право знают наверняка, да? Ну, дело в том, что мы с самими специалистами больницы окружную пока еще не разговаривали конкретно. Мы сейчас работаем с медиками-волонтерами. Есть у нас такая общественная организация здесь в округе. И с Анной Филипповой мы в этом плане работаем. Мы также работаем, конечно, со Светланой Геннадьевной Хатензейской, безусловно. С коррекционной школой мы работаем. И мы, в общем-то, работаем с теми, кто работает с инвалидами, с большими семьями и так далее. Вот тем, кому нужна действительно поддержка. И, конечно же, они нам тоже свою помощь предлагают. Они предлагают, что вы можете поработать с психологами, мы вам дадим таких людей. Вы можете поработать там еще с какими-то специалистами, которые вам помогут в вашей деятельности. Я думаю, что вот эти тренинги, они продолжатся и с психологами, и с социальными работниками, и с медиками. Постараемся на этом не останавливаться, потому что программа-то у нас тоже как бы вот есть. И дальше думаем, что мы будем писать проекты. Будем надеяться, что нас поддержат. Если не секрет, что за программа? И вот мне как родителю интересно, вот если у меня ребенок, например, заболеет, смогу ли я к вам обратиться, чтобы вы, например, пришли и как-то подняли нам настроение? Или как это вот работает? Или вы выбираете только каких-то особых детей? Ну, пока на данный момент, конечно, мы работаем с комплексным центром социального обслуживания. Они нам созваниваются предварительно с родителями, и по их согласию дают нам телефоны тех детей, к которым мы бы могли прийти. Мы тоже с ними созваниваемся и определяем время, когда нам лучше подойти. Вот там после сна, у нас ребенок, допустим, в это время спит, нам бы после сна лучше подойти. Или наоборот до. Ну, в общем, мы спустимся вниз, или вы там возле окна нам покричите. Ну, в общем, мы все сначала обговариваем предварительно, а потом мы уже только идем. Пока мы вот работаем по такой схеме. Таких вот заявок у нас создана группа. Мы когда написали проект, мы сразу создали группу ВКонтакте. Но пока таких заявок, вот у нас не было, что приходите к нам. У нас нет пока еще такого. Но вот все родители, очень многие, как бы, пишут положительные отзывы о нашей работе. Не только родители, но и люди, вообще жители города, округа. И я хочу сказать о том, что первая девочка, которая вот у нас была, Милена, мы к ней второй раз уже ходили, когда она уже в больнице лежала, там, через месяц, к примеру. И она была тоже счастливая, радостная. Хотя было вокруг много детей, которые из окон смотрели, но она считает, это вот мама сказала, она считала, что пришли именно к ней. Приятно, приятно, что вот мы поддерживаем таких детей. И вот этот список, который у нас сейчас очень, ну, как бы, пополнился, так скажем. Мы будем этих ребят снова обзванивать и спрашивать, когда у них дни рождения. В общем, эта работа, я думаю, будет развиваться и пополняться этот список будет. Дай бог, конечно, все ребятки, чтобы были здоровы и счастливы. Но вот, ну, есть такие ребятки. И вот хорошо, что мы, ну, у нас есть желание им помочь, их поддержать, и родителей. Я вот тоже говорю Евгении, я сама в шоке была. Она мне написала, я прочитала, говорю, да, я приеду. И она так, и потом такая, думаю, что я, куда я согласилась. Почему ты даже ничего не спросила, что за люди? Даже не зашла в эту группу, я почему-то сразу согласилась. Не знаю почему. Я удивилась немножко, и так сама для себя, наверное, подумала, человек согласился, но потом, наверное, подумал. Ну, мы долго, я думаю, нет, я не даю обратных коней, как говорится, ходу. Я просто еще, знаете, просто себя вспоминаю. Вот когда мы все это начинали, к нам-то вот никто не приезжал, и мы ездили за деньги обучаться в Москву. И, ну, москвичи, они же, москвичи говорят, те педагоги, которые находятся в Москве, они не обучают бесплатно, естественно. Они профессионалы своего дела, и за свое обучение они берут средства. Я понимаю, что Евгении нет таких средств, чтобы их пригласить. Вот. Ну, на 30 тысяч. Конечно. И поэтому я понимаю, что они хотят, они горят. И я говорю, надо ехать, хоть рассказать им чуть-чуть, и хоть как-то помочь, рассказать вообще, как это происходит, как это делается, что-то проводить, что я уже получила как знания, и поделиться с ними. Ну, потому что это очень сложно, а инициативу хочется такой поддерживать, потому что это важно. Ну, кстати, вот уже если уходить от темы, да, вот этого вот больничного, больничной клоунады, вы приехали за Полярный круг. Вот как вам вообще город, как округ? Ой, я вообще... Я уже написала, да, пост ВКонтакте, но суть в том, что я удивилась, как будто я вернула свое какое-то детство, потому что я тоже живу, так жила, родилась в таком городе, маленьком. Тоже 20 тысяч у нас населения. И вот так же я вывешивала белье на веревках, как у вас здесь сушится. У нас уже, конечно, давным-давно такого даже в кослях нет. И когда я это белье увидела, это просто такой... Вашина времени. Вот. Потом мне Евгения начала рассказывать про название домов. Это так интересно. Я увидела почту, вообще не поняла, что это почта. Я говорю, почему она у вас такая красивая? Почему почта, именно почта, такая красивая? Обычно какие-то здания там, не знаю, памятники архитектурные. Говорит, Евгения, да и есть памятник архитектуры. Но он просто как терем-теремок смотрится, правда, из сказки. И вот я вчера дошла до берега, на лодке посмотрела. Сегодня посетила ваши две церкви. Меня даже пустили в старую обрядческую церковь. Хотя я была в штанах, но, видимо, я так смотрела и говорила, что я ничего с собой из юбки не взяла. И он говорит, ну пойдем, покажу тебе, что у нас внутри. И даже календарь мне подарил. Вот. Я просто такая... Ну, хороший город. Видно, что... Я говорю, вы двери не закрываете? Мне говорят, да, мы двери не закрываем. Ну, это все, понимаете, все. Двери не закрывают люди. Ну, о чем тут можно говорить? Вот. Здорово. Мне кажется, очень такая душевная получилась у нас с вами беседа. Благодарю, что нашли время посетить нас. И если вот ваш проект, да, будет дальше развиваться, готова оказывать всяческую информационную поддержку. Спасибо вам. На этом у нас все. До встречи в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok